Итак, читаю вам одно местописание. Притчи, 22 глава, 7 стих. Притчи, 22 глава, 7 стих. И не скажите потом, что вы этого не слышали. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Еще раз, вторую часть прочту вам. Должник делается рабом кого? Что это означает? Тот, кто берет в долг, становится рабом тому, у кого он берет в долг. А теперь давайте попробуем разъяснить. Мы с женой общались, я говорю, я сходу могу пять пунктов, почему нельзя отдалживать деньги. Кто не знает, может быть, но в нашей церкви мы всячески против. Я не хочу говорить слово запрещаем, потому что, знаете, слово такое жесткое, как будто бы я, ну, знаете, запрещаю. Нет, но в принципе да, мы не разрешаем. И я всячески против того, как пастор, чтобы люди отдалживали кому-то деньги и отдалживали у кого-то деньги. И не только касается этой церкви. Друзья, кто из вас согласится, что в странах бывшего Советского Союза есть такая заразная болезнь? Отдалживать до зарплаты. Перезайму. Знаете так, перезайму. Я тому должен, и, короче, все друг другу должны. Как мне один друг армянин сказал, говорит, в Армении, брат, нет ни одного человека, кто кому-то чего-то не должен. Я говорю, как вы живете? Почему, друзья? Что значит, должник становится рабом-заимодавца? Кто из вас считает себя свободным? Вы свободный человек? А теперь, внимание, вы должны кому-то 10 тысяч долларов. Как вы будете вести себя при виде этого человека? И не отдаете. Бо нечего отдать. А ну-ка вопрос, как вы будете себя вести? Мне срочно вот в тот магазин, вот там продают такие красивые саперные лопаты, давно не видел. Слушайте, друзья, первая причина, почему нельзя одалживать. Когда вы одалживаете деньги, слушайте, вы перестаете быть свободным человеком. Вы не чувствуете себя свободным внутри. Не только с этим человеком, а вы вообще. Вы волнуетесь, вы тревожитесь, вы переживаете, вы перестаете быть свободным. Это хорошо или плохо? Плохо. Кто хочет, друзья, так жить? Нет таких. Окей. Второе. Почему нельзя одалживать у других людей деньги? Второе. Внимание. Например, вы хотите развиваться. Вы хотите пойти на новую работу. Что-то новое, лучшее. Но вы же понимаете, на новой работе есть испытательный срок. Не всегда сразу что-то будет получаться. Но вы помните, что вам нужно в следующем месяце отдать деньги. Вопрос. Вы можете позволить себе свободу творчества? Нет. Второе. У вас нет свободы творчества. Третье. Почему нельзя одалживать деньги из этого стиха? Должник становится рабом, взаимодавца. Внимание. Вы перестаете быть человеком. Вы знаете, что раб, он не имеет, он не властен над собой. Точно так же и вы. Вы знаете, что мы одалживаем чужие деньги, а отдавать приходится? Свои. Отдалживаем мы на время, а отдать придется? Навсегда. Вы в курсе, что человек, друзья, который должен, он перестает быть свободным. Вы не свободный человек. Вы превращаетесь в раба. Вы внутренне, у вас внутренне, вы не можете раскрываться. У вас нету полета мыслей, полета фантазии. У вас все, все ваши мысли сосредоточены на одно. Отдать. Отдать. Четвертая причина, друзья, почему нельзя быть рабом. Почему нельзя одалживать. Если вы превращаетесь в раба, друзья, вы забываете, что Бог создал нас свободными. И знаете, что вы будете ощущать каждый раз, когда вы приходите к Богу? Когда вы приходите, молитесь, общаетесь с Ним, приходите в Его присутствие. Бог Духом Святым будет вам напоминать. И знаете первое о чем? О долге. У вас препятствие в молитве появляется. Вы не можете спокойно молиться. Или второй вариант. Второй вариант, это пятый пункт. У вас умирает совесть. Потому что для того, чтобы вам быть свободным, вам придется вначале убить свою совесть. Чтобы, например, я должен, к примеру, я должен Сереже 10 тысяч долларов. Я прихожу, Серега, как дела, дружище, все. А он, знаете, смотрит на меня, знаете, в глазах так, ну, как бы, все равно, ну, а где мои 10 тысяч? Ну, а я же как бы вижу это в глазах. И чтобы мне нормально вести себя, знаете, что нужно прежде всего сделать? Убить в себе совесть. Убить в себе совесть. Или, да, я тебя люблю, брат. Какой я тебе, брат? Он взаимодавец, а я раб. Теперь вопрос, как вы думаете, Бог сотворил так изначально нас? Что делает, друзья, одалживание денег? Оно разрушает изначальную задумку Бога о взаимоотношениях людей. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот этих хотя бы пяти причин достаточно, чтобы перестать одалживать деньги? Да или нет? Поэтому, а теперь смотрите, друзья, вы знаете, что самое интересное произойдет? Если мы перестанем, если люди перестанут одалживать друг у друга деньги, произойдет самое классное, самое замечательное. Мы станем свободными. Мы будем свободно общаться с людьми. У нас будет свобода творчества. Мы будем создавать что-то новое. И тогда мы способны будем творить. Поэтому, кто-то скажет, пастор, ну а что делать, у меня нет денег? Есть одно, то, что Бог говорит, что можно делать. Если тебе приходит человек, и он одалживает у тебя деньги, первое, что скажи, не надо одалживать. Второе, если у тебя есть столько, столько или такое количество денег, которое ты готов этому человеку подарить, чтобы никогда в жизни больше не вспоминать об этом, тогда дай ему. Иначе не давай. Люди скажут, это жестоко, это жестоко. Мне все равно, что скажут люди. Я читаю то, что написано в Библии. В Библии написано, должник становится рабом взаимодавства. Это в положительном контексте написано или нет? Нет. Бог хочет, чтобы мы так жили? Нет. Значит, мы не должны так жить с вами. И в нашей церкви, я прошу, друзья, мне даже уже рассказывали, один человек одалживал деньги, знаете, под таким соусом, меня не было. Он говорит, если бы был пастор Андрей, он бы мне одолжил. Я, конечно, знаете, ладно, не буду показывать. Ничего бы я не одолжил. Благословить могу, он благословил бы, а одалживать не буду. Почему? Потому что, друзья, я заметил, я всегда замечаю, когда ты даешь человеку деньги, одалживаешь на время, все. Потом начинается вот эти петля, знаете, хоп, я тебя не увидел. Я говорю, я тебе кричал, я шел за тобой, орал тебе. Не, не, я тебя не видел. Поэтому, друзья, вы меня услышали? Если кто-то услышал, скажите аминь. Пожалуйста, я прошу, если кто-то к вам под любым соусом приходит, инвестиции, там, перспективы, нью-васюки вместе построим. Возьмите этого человека за ухо, приведите ко мне. Никакие нью-васюки, друзья, мы не построим. И вы не построите, и он их не построит, и потом вы поссоритесь между собой. Закончу простой фразой. Хочешь потерять друга? Одолжи ему деньги. Не одалживайте людям деньги. Помогите людям прорваться в жизни. Не одалживайте им денег. Еще раз. Помогите людям прорваться в жизни. Не одалживайте людям денег. А особенно в церкви. Вы меня услышали сегодня, друзья? Поэтому, именно по этой причине у нас должно быть правильное отношение к деньгам. А чтобы оно было правильным, с чего все начинается? Друзья, начинается с нашей десятин и пожертвований перед Богом. Вот там, друзья, мы проверяем свое сердце. И я так интересно еще, знаете, в конце замечу. Я интересно заметил всегда, те люди, которые одалживают деньги, когда, знаете, так один на один с ним разговариваешь, я говорю, а как у тебя с десятиной? Ну, я сейчас, вот я тут. Я говорю, все ясно. Поэтому ты и одалживаешь. Я читал, я наизусть выучил. Псалом 36. Там написаны такие слова. Я был молод и состарился. И не видел праведника оставленным. И потомкам его просящих хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает. И потомство его в благословение будет. Друзья, запомните, это самая классная вещь. Мы с женой никогда в жизни не одалживали за семейную жизнь. Никогда не одалживали денег. Не одалживали. Нельзя одалживать деньги. Запомните. Лучше вы умрите. Лучше вы придите к Господу в посте и молитве. Чистыми и освященными. Но не одалживайте денег. Слышите меня? Иначе, говорю, совесть умрет. Нельзя этого делать. Давайте возьмем наши десятины пожертвований, друзья. Мы будем молиться сейчас. И когда будут передавать ящики, друзья, мы будем свидетельствовать. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Господь, за Твою экономику. За Твою библейскую экономику, которая должна изменить нашу страну. Которая должна исцелить нашу страну Божию. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Господь. Мы просим Тебя, Боже, во имя Иисуса. Если где-то, когда-то мы одалживали, Господь, прости. Прости, Боже, и дай действительно жить в свободе. Я молюсь Тебе, Господь, чтобы Ты сегодня издал благодать. Чтобы Ты дал благодать и тем, кто должен, Господь, чтобы Ты дал благодать им отдать. Благодать им, Господь, милости и благоволения отдать и никогда больше не одалживать деньги. Господи, во имя Иисуса Христа мы доверяемся Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что рука дающего, она никогда не оскудеет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok